На Черноморском побережье Кавказа есть магазин фирменной одежды, хозяйку которого зовут Элеонора. У неё работают две продавщицы, Эмма и Исидора. Всех троих женщин друзья называют просто Элька, Эмка, Эска. Подобным же образом в разговорной речи называют что? Размеры одежды. Размеры одежды, совершенно верно. В один день так совпало. Эмма выходила замуж, Исидора, к сожалению, неожиданно попала с аппендицитом в больницу. Хозяйка Элеонора отлучилась в салон красоты на окраску волос и попросила своего мужа, Тофика Пофиковича, немного побыть в магазине. А тот строитель, у него своя бригада, он русский язык в общем-то знает, но не силён в тонкостях торгового лексикона. Покупательница присмотрела для мужа рубашку определённого фасона, но размер великоват, ей нужен средний. Дальше буду рассказывать в лицах. А скажите, Эмка есть? Эмка? А, Эмка есть, конечно. Покажите, пожалуйста. Сейчас Эмка нет. Потом будет. Когда потом? Один бог знает, когда свадьба кончится. Может, три дня, может, один неделя. Только как жених станет, это муж, Эмка опять здесь будет. Я не могу понять, её что, жених взял поносить? Немножко. Жених будет поносить туда-сюда, только на свадьбу. Дома уже носить не будет. Так она же будет уже не новая, как же потом продавать? Уважаемый, клянусь, Эмка, толка как магазин, возвращайся. Опять будет как новый. У вас что здесь, секонд-хенд? Я по-русски плёха, давайте я лучше вас кофе угошу. Давайте сначала поберём то, что мне нужно. Эмки нет, может, есть эска? Эска, конечно, эска есть. Но я её не вижу, где она? Потому что эска будет когда-то позже. Тоже через неделю и три дня? Может, больше. Зависит это, как хорошо зашьют. Она с дыркой, что ли? Конечно. Уэска это, как правильно называется, ненужный. Надо отрезать и обратно зашивать. Какой-то брак, что ли? Нет, это АУМК брак. Эска брак не бил. Никто не берёт. Один раз гурген питался, сразу назад вернул. Сказал, не подходит. Странно, это же такая современная модель. Уважаемый, не смещите эск-модель. Если эска сзаду смотреть, на контрабас похожий. Вы что-то путаете в размерах. Вы, наверное, недавно в магазине работаете. Честно, я тут вообще не работаю. Я здесь жена подзаменяю. Она просила магазин побить, а я свой бизнес имею. Такой же, только другой. А что, кройкой шитьё? Да. Только правильно с тройкой рытьё. Давайте, Люша, вам кофе налю. Давайте мой вопрос решим. Нет ни эмки, ни эски, а элька-то есть? Элька тем более есть. Элька. Через час будет. Перемеренно. Надо же, через час. А цвет будет такой же? Цвет поменяется. Зачем? Как поменяется? Покраситься, да. Что, другой цвет? Конечно. Раньше элька цвет имели от тёмно-серой бляндинь. А теперь будет светло-рыжий шайтан. Это что за колор? Не колор, а лорка. Лорка её красит. Зачем же хорошую вещь перекрашивать? А чтобы как по-русски... Чтобы шерсть били как новую. Уважаемый, зачем вам вообще элька? Как зачем? Мужу хотел подарить. Чей мужу? Моему мужу на день рождения. Эй, вы что такое говорите? Элька-то мне нужен. Ну так вы сказали, что вы её для себя отложили. Конечно, отложили ещё до свадьбы. Ладно, бог с ней. Есть у вас какая-нибудь хорошая майка? Майка, есть. Очень хорошая майка. Только она не здесь. А где? В туалете. В пол убирайся. Вы что, майкой в туалете полы моете? Нет, швабром. А майка за него держится. Раньше у нас эмка полмиля. А сейчас замуж идёт. За эту вами майку взяли. Тут я попрошу представить лицо этой несчастной покупательницы. Эти выпученные глаза и открытый рот. А вот так это что, майка, элька, эмка, женщины что ли? А что, рубашка что ли? Так мне как раз рубашка и нужна. Желательно размера эм. Размер эм, вы поняли? Конечно, сразу понял. Толк и что. Так вот я хочу спросить русским языком. Есть ли у вас нужная мне сорочка? Сорочка у нас точно нет и уже не будет. Почему? Потому что сорочка ещё прошлый год в Израиль уехала. Да, тяжёлый случай. Не везёт сегодня моему мужу, может, мне и себе что-нибудь присмотреть. Есть у вас стильный топик? А вы разве не видите? Толк и правильно не топик, а толфик. Я самый стильный наш город. Я всех, Люша, стилю ламинат. Женщин, подожди ты, кофе готово. Женщин!